Девушки отдыхают Задание инкогнито. Не выдавайте меня. Есть, Кэптон. Мы никому не скажем. А вы что здесь делаете в столь поздний час? Далековато от дома, я-то знаю. Пришли помочь Паунсу. Насчет ее кота. С ней рядом живет злая старая тетка-балышка Дэдди. Она грозилась убить кота Паунсу. Говорила, у нее аллергия или что-то такое. Вроде как от вида кошки у нее кашляет и тошнота. Аллергия. Да, точно. Вчера она взяла и закидала камнями Паунсу и ее кота. Бегняга сбежал. Его и след простой. Мы его все ищем, ищем. Но пока не дошли. А вот это случайно не кот Паунса? Берт, это же мой Берти. Осторожнее, он ранен. Отнесем его в зоомагазин. Может быть, там ему помогут? Ребята, отправляемся в магазин животных. Все вместе мы перепугаем животных. Паунс, пойдешь со мной. Остальные ждут здесь. Чем я таки могу вам помочь? Возвращаю вашу маску. О, благодарю. Если вам что-нибудь еще понадобится, таки обращайтесь. Паунс и ее кот Берт. Бедняга Берт поранился. Малышка Дэнни запустила в него камнем. Малышка Дэнни? Дэнни челюсти? Гроза гор? Ага, а на, мистер. Вы знакомы с этой дамой? Дама. Не то слово. Может быть, бестия. Дэнни работает на улице по ночам. А раньше выступала в цирке. Да, дралась с мужиками. Пени за раунд, не больше. Говорят, ее ни разу не побили. Да, да, да. Вы можете помочь бедняге Берту? Я в этом не очень разбираюсь, но кот явно в тяжелом состоянии. Да. У меня была где-то книга о кошках. Сейчас копну. Вы не могли бы ее поискать, пока я осматриваю рану? Конечно. Субтитры сделал DimaTorzok Думаю, Авраам искал эту книгу о кошках. Чем я таки могу вам помочь? Вот ваша книга про кошек. Благодарю. Ну шо, посмотрим, как можно помочь коту. До свидания. Так и до свидания, сэр. Что ж, придется зайти в дом терпимости. Итак, дорогой мой, каков вердикт? Я проверил духи и отобрал парфюм хорошего качества. Однако, даже неплохие духи из этого набора – всего лишь вульгарные ароматы для подростков. Ай, да какая разница. Парочку моих девочек и это освежит. Минутку. Тут какие-то духи. Валерьяна. Это еще что? Это не совсем парфюм. Если только вы не любите кошек. Скорее, лекарства. Запах странный. Что-то мне не нравится. Вот, возьмите себе. И у меня для вас информация. Сквиби совершенно точно сидит в участке. И, похоже, он сам не спешит на волю. Вы знакомы с женщиной по имени Денни? Малышка Денни? Щелкунчик? Та, что кошек ненавидит? Она самая. Вам по вкусу такие пташки? Уж простите, но это же все равно, что макать сосиску в кормушку для свиней. Она опасна. Настоящий ураган. Так что берегитесь. Да и ее наружность. Говорит, что обожает парфюмерию. Да на нее надо ведро духов вылить, чтобы перебить вонь. Склонить Денни к сотрудничеству будет не так уж сложно. Всего лишь небольшой презент. Отправимся в полицейский участок. Ты еще здесь, сладкий. Я еще вернулся. Буду ждать. Вы меня узнаете? Может быть, вы согласитесь сообщить мне, сколько в участке констеблей в обмен на флакончик духов? В участке ничего интересного. Раньше там много народу крутилось. А сейчас всего один констебль сидит, дорогуша. Итак, Денни надушилась валерьянкой. Этот запах привлекает кошек. Нужно провести диверсию на улице, чтобы выманить констебля. Но мне понадобятся кошки. Много кошек. Вперед, в зоомагазин. Пора наведаться в зоомагазин. Чем я таки могу вам помочь? Как дела у Берта? Выкарабкается, да. Но ему нужно питаться, да. А у меня нет подходящего корма. Вам придется что-то для него подыскать. Где я могу приобрести кошачий корм? А вы знаете, что вы разыщите Хардимана, да? Он продает мясо для кошек. Примерно в это время он проходит в конце улицы. Может быть, вам как раз повезет. Хардимана издалека слышно. Он вечно кричит. Вот так вот. Бип, бип он кричит. Спасибо за все, мистер Соломонович. Что скажешь, Паунс? Поищем продавца корма? Нужно накормить беднягу Берта, а у меня найдется работенка для тебя и твоих друзей. Бип, бип! 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 Бип-бип! Добрый вечер, сэр. И вам того же желаете кебаба для кошки? Неужто это все ваши сорванцы? Пардон? О, нет, нет. Дети, дети! Сколько счастья они приносят, и все же... Разве кошки любят кебаб? Да они обожают его. Сколько вам? Возьму все. Прошу прощения, сэр. Сколько за весь товар? Два фунта, и можете забирать, мило. По рукам. Послушайте, ребята. Поручаю вам найти всех кошек в Уайт-Чепеле и привести их к полицейскому участку. Вооружайтесь вкусными кебабами, и они к вам сами прибегут. Вперед и живее. Если мои расчеты верны, кошки ошалеют от запаха Дэнни и набросятся на нее. Шум поднимется до небес, и констебль покинет участок. Скорее, дети, ловите кошек. Так, теперь посмотрим, что можно сделать по поводу Сквибби. Оставлю сокровища Блутта в участке. Пусть полиция с ними разбирается. Оставлю сокровища. Оставлю сокровища. Полагаю, за этой дверью находятся камеры. Блутта в участке. Продолжение следует... 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 Бумаги, чернильные кляксы. Видимо, за этим столом обычно пишет буллинг. Добрый вечер. Пинту, пиво для меня и что-нибудь для вас. Я ищу журналиста, вашего постоянного клиента. Некий буллинг. Вам знакомо это имя? Не видел его уже пару дней. Небось, отсыпается где-нибудь. Где прячутся от дома владельца, которому задолжали кучу денег? На какую газету он работает? Не знаю. И что-то мне не верится, что он где-то там работает. Он же вечно в пабе ошивается. Да бумагу марает. Последний раз, когда я его видел, он целый день торчал за столом, пил и царапал что-то. С утра до вечера. А потом решил отметить. И если бы не тот богатенький парень, он бы ободрал меня. Благодарю, друг мой. Да не за что. Добрый вечер. Я дам вам хорошие чаевые, если скажете, видели ли вы здесь недавно журналиста. Да, сэр. Редкостная зануда и настоящая скотина. Бронил меня, на чем свет стоит, за то, что я будто бы запачкала книгу, которую он отложил. Хотя это его рук дело. Его так трясло, что он залил ее элем. Постыдился бы. Он читал книгу? Ну, не настоящую книгу. Так, дрянь какую-то за полпенни. Он ее бросил на пол, а я отнесла в мусорное ведро на растопку. Наверное, там еще, если ее не отправили в печку. До свидания, мисс. К вашим услугам, милорд. Субтитры сделал DimaTorzok Джек Попрыгунчик Мифический персонаж, терроризирующий жителей Лондона. Какое мрачное чтиво у этого журналиста. Вернемся на Бейкер-Стрит. Тома буллинга здесь нет, но его сможет выследить нерегулярная армия Бейкер-Стрит. Возможно, завтра у Ватсона будут для меня новости. Продолжение следует... Проснулись, наконец, Холмс? Вы вчера добились чего-нибудь от того проходимца из осиного гнезда? Пока нет, но я не опускаю руки. А вы, Ватсон, узнали у своих коллег что-нибудь по поводу торговли частями дамского тела? Позвольте, Холмс? Оставьте, Ватсон. Не сомневаюсь, мы оба устали. Что ж, все были весьма любезны, но стоило мне упомянуть о возможном существовании черного рынка органов, отношение изменилось. На данный момент молчание говорит больше, чем все остальное. Однако я с трудом верю, что медицинское сообщество не заметило бы столь эксцентричную сделку, в которой речь шла о матке Энни Чепмен, если она даже и имела место. Я придерживаюсь того же мнения, и мой старый университетский товарищ тоже. Он подтвердил, что любая торговля органами невозможна и бессмысленна. Однако он поведал мне о тревожном происшествии, необъяснимом исчезновении нескольких трупов из больничного морга. Он позволил провести мне деликатное расследование. И вот что я нашел в некоем тайном почтовом ящике. Интересно. Зашифрованное послание. Определенно. И взгляните, на нем эмблема хорошо известной энциклопедии Спартака. Возможно, с ее помощью можно расшифровать письмо. Благодарю, Ватсон. Вы снова уходите? Я обещал новому пациенту, капитану Стэнвику, что загляну его осмотреть. Он живет неподалеку. Возможно, я вернусь еще до того, как вы расшифруете загадочное послание. Отлично. А теперь расшифруем записку, которую Ватсон нашел в лондонском госпитале. Ватсон нашел в лондонском госпитале. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...